Глава девятая. Капитан Сент. Жалость и ужас – вот первые чувства, охватившие пассажиров пилигрима при виде катастрофы. Всех потрясла гибель капитана Хала и пятерых матросов. Эта страшная сцена разыгралась прямо у них на глазах, и они были бессильны помочь погибающим товарищам. Дик и его спутники не могли даже подоспеть вовремя, чтобы вытащить из воды раненых, но еще живых людей, и подставить под ужасные удары разъяренного кита корпус корабля. Океан поглотил капитана Хала и его матросов. Когда пилигрим подошел наконец к месту их гибели, миссис Уэлден упала на колени и простерла руки к небу. «Помолимся», – сказала она. Маленький Джек, плача, опустился на колени рядом с матерью. Бедный ребенок все понял. Диксент, Нэн, Том и остальные негры стояли, склонив голову. Все повторяли слова молитвы, которую миссис Уэлден высылала к Богу, прося его быть милостивым к тем, кто только что предстал перед ним. Затем миссис Уэлден, повернувшись к своим спутникам, сказала, «А теперь, друзья мои, попросим у Всевышнего силы и мужества для нас самих». Да, им так нужна была помощь Всемогущего, ибо положение их было очень тяжелым. На их корабле не осталось больше ни капитана, чтобы командовать им, ни матросов, чтобы им управлять. Затерянный среди бескрайнего простора Тихого океана, в сотнях миль от ближайшей земли, он должен был стать беспомощной игрушкой ветров и течений. Какой злой рок послал этого кита навстречу пилигриму? Какой еще более злой рок побудил несчастного капитана Хала, обычно такого осторожного и благоразумного, пойти на страшный риск ради того, чтобы пополнить груз? В истории китобойного промысла случаи, когда погибают весики по шлюпке и никого не удается спасти, насчитываются единицами. Да, гибель капитана Хала и его сотоварищей была страшным бедствием. На пилигриме не осталось ни одного человека из команды, хотя нет, один остался. Диксент, младший матрос, юноша 15 лет, почти мальчик, и он должен был заменить теперь капитана, ботсмана, весь экипаж. На борту судна находились пассажиры, мать с малым ребенком, и присутствие их еще более осложняло положение. Правда, было еще пятеро негров, и эти честные, храбрые и усердные люди готовы были выполнить любую команду того, кто стал теперь их капитаном. Но ведь они ничего не понимали в морском деле. Диксент неподвижно стоял на палубе. Скрестив на груди руки, он смотрел на воду, поглотившую капитана Хала, его покровителя, человека, которого он любил как отца. Потом он обвел взглядом горизонт. Он искал, какое-нибудь судно, у которого мог бы попросить помощи, содействия или хотя бы доверить ему миссис Уэлден. Сам же он не собирался покинуть Пилигриму, нет. Сначала он сделает все, чтобы довести судно до ближайшего порта. Но на другом корабле миссис Уэлден и ее сын оказались бы в безопасности, и Дику не приходилось бы тревожиться за жизнь этих двух существ, к которым он был привязан всей душой. Океан был пустынен. После исчезновения полосатика ничто не нарушало его покоя. Вокруг Пилигрима были только небо да вода. Диксент прекрасно знал, что Пилигрим находится в стороне от обычных путей торговых судов, и что все китобойные флотилии в это время года плавают еще далеко на юге, занимаясь промыслом. Приходилось смотреть опасности прямо в глаза, не приукрашивая свое положение. И, вознеся в глубине сердца молитву к небу о помощи и покровительстве, Дик глубоко задумался, какое же решение он примет. В эту минуту на палубу вышел судовой кок, куда-то уходивший после катастрофы. Никто не мог бы сказать, какое впечатление произвело на него это непоправимое несчастье. Он с величайшим вниманием следил за всеми перипетиями злосчастной охоты, но не промолвил ни слова, не сделал ни одного движения. Если бы кому-нибудь пришла в такую минуту мысль посмотреть на него, то наблюдателя поразило бы равнодушное выражение его лица, на котором не дрогнул ни один мускул. Во всяком случае, он как будто и не слыхал благочестивого призыва миссис Уэлден, молившейся за утонувших, и не отозвался на него. Теперь ни гора, ни спеша, прошел на корму, где стоял Диксент и остановился в трех шагах от него. — Вы хотите поговорить со мной? — спросил Диксент. — Нет, — холодно ответил Кок. — Я хотел бы поговорить с капитаном Халом. А если его нет, то с боцманом Хоуиком. — Вы же знаете, что оба они погибли, — воскликнул Дик. — Кто же теперь командует судном? — нагло спросил Негора. — Я. — Не колеблясь, — ответил Диксент. — Вы? — Негора пожал плечами. — Пятнадцатилетний капитан. — Да. — Пятнадцатилетний капитан. — ответил Дик, шагнув к нему. Негора попятился. — Не забывайте этого, — сказала миссис Уэлден. — Здесь есть только один капитан. Капитан Диксент. И не мешает всем знать, что он сумеет каждого заставить повиноваться ему. Негора поклонился, насмешливо пробормотал под нос несколько слов, которых никто не разобрал, и удалился в свой камбуз. Итак, Диксент принял решение. Тем временем ветер начал свежеть, и шхуна уже оставила позади обширное водное пространство, где кишели красные рачки. Диксент осмотрел паруса, а затем обвел внимательным взглядом людей, стоявших на палубе. Он почувствовал, что, как не тяжела принята им на себя ответственность, он не вправе от нее уклониться. Глаза всех его спутников были теперь устремлены на него. И поняв по их взглядам, что он может положиться на этих людей, юноша коротко сказал им, что и они могут положиться на него. Дик трезво взвесил свои силы. С помощью Тома и его товарищей он мог, в зависимости от обстоятельств, ставить или убирать паруса. Но он сознавал, что у него нет достаточных знаний, чтобы определять с помощью приборов место судна в открытом море. Еще года четыре или пять, и Диксент основательно подготовился бы к трудной и увлекательной профессии моряка. Он научился бы обращаться с Сикстаном, прибором, при помощи которого капитан Халл ежедневно измерял высоту светил. Пользуясь хронометром, указывающим время гринвенческого меридиана, он по разнице во времени высчитывал бы долготу. Солнце было бы его верным советчиком. Луна и планета говорили бы ему, твой корабль находится в такой-то точке океана. Совершеннейшие и непогрешимые часы, которые ничто не может испортить, в которых циферблатом служит небосвод, а стрелками звезды ежедневно докладывали бы ему о времени и о пройденном расстоянии. С помощью астрономических наблюдений он мог бы, как это делал капитан Халл, определять с точностью до одной мили места пилигрима, курс, по которым он шел и курс, которого следует держаться. А Диксент мог определять место судна лишь приблизительно, руководствуясь компасом и показаниями лага с поправками на снос, ветром и течением. Лаг – прибор для измерения скорости хода судна и пройденного расстояния. Однако Дик не испугался. Миссис Уолден поняла все, что творилось в душе отважного юноши. «Спасибо, Дик», – сказала она недрогнувшим голосом. «Капитана Халла больше нет на свете. Весь экипаж погиб вместе с ним. Судьба корабля в твоих руках». «Я верю, Дик, ты спасешь и корабль, и всех нас». «Да, миссис Уолден», – ответил Дик. «С божьей помощью я постараюсь это сделать». «Том и его товарищи – славные люди. Ты можешь всецело положиться на них. Я знаю это. Я обучу их морскому делу, и мы вместе будем управлять судном. В хорошую погоду это не трудно, а в бурю? Ну что ж, в бурю мы будем бороться, миссис Уолден, и спасем вас, маленького Джека, всех. Я чувствую, что в силах это сделать». И он повторил «С божьей помощью». «Ты можешь узнать, Дик, где сейчас находится пилигрим?» – спросила миссис Уолден. «Это нетрудно», – ответил Дик. «Достаточно взглянуть на карту. Капитан Халл вчера нанес на нее наше место». «А ты сможешь повезти судно в нужном направлении?» «Да, я буду держать курс на восток, примерно на тот пункт американского побережья, к которому мы должны пристать. Но ты, конечно, понимаешь, Дик, что после случившегося можно и даже нужно изменить наше первоначальное намерение. Разумеется, пилигрим не пойдет теперь в Альпараюсе. Ближайший американский порт. Вот куда ты должен везти судно». «Конечно, миссис Уолден», – ответил Дик. «Да вы не тревожьтесь. Американский континент тянется так далеко на юг, что мы никак его не минуем». «В какой стороне он находится?» – спросила миссис Уолден. «Вон там», – сказал Дик, указывая рукой на восток, который он определил по компасу. «Ну хорошо, Дик. Придем ли мы на Вальпараюсе или в какой-нибудь другой порт, это все равно. Единственная наша цель – добраться до суши». «И мы доберемся до нее, миссис Уолден», – уверенно ответил юноша. «Я ручаюсь, что доставлю вас в безопасное место. Впрочем, я не теряю надежды, что вблизи суши мы встретим какое-нибудь судно, совершающее каботажные рейсы. Каботаж – плавание вдоль берегов и между портами своего государства, без захода в заграничные порты». «Видите, миссис Уолден, поднимается северо-западный ветер. Даст Бог, он удержится, и тогда мы и оглянуться не успеем, как доберемся до берега. Поставим все паруса от грота до кливера и полетим стрелой». Молодой матрос говорил с уверенностью бывалого моряка, который знает цену своему кораблю и не сомневается, что при любой скорости этот корабль не выйдет у него из повиновения. Он хотел уже встать к штурвалу и позвать своих спутников, чтобы поставить паруса по ветру, но миссис Уолден напомнила ему, что прежде всего необходимо выяснить, где находится пилигрим. Действительно, это надо было сделать прежде всего. Дик сбегал в каюту капитана и принес оттуда карту, на которую было нанесено вчерашнее положение судна. Теперь он мог сказать миссис Уолден, что пилигрим находится под 43 градусом 35 минуты южной широты и 164 градусом 13 минуты западной долготы, так как за истекшие сутки они почти не сдвинулись с места. Миссис Уолден склонилась над картой. Она пристально смотрела на коричневую полосу, изображавшую Землю по правую сторону океана. Это было побережье Южной Америки. Огромный барьер, протянувшийся от мыса Горн на берегов Колумбии и отгораживающий Тихий океан от Атлантического. При взгляде на разосланную карту, где умещался весь океан, казалось, что Земля совсем близко и пассажирам пилигрима легко будет вернуться на родину. Это обманчивое впечатление неизменно возникает у всех, кто не привык к масштабам морских карт. И увидев Землю на листе бумаги, миссис Уолден почти подумала, что и настоящая Земля вот-вот предстанет перед ее глазами. Между тем, если бы пилигрим был изображен на этом же листе бумаги в правильном масштабе, он оказался бы меньше самой малой инфузории. И тогда эта математическая точка, не имеющая ощутимого размера, была бы на карте такой же одинокой и затерянной, каким был пилигрим среди бесконечного простора океана. У Дика не возникло такой иллюзии, как у миссис Уолден. Он знал, насколько далека Земля, знал, что много сотен миль отделяет ее от корабля. Но это не могло поколебать его решимость. Ответственность, легшая на его плечи, превратила его во взрослого мужчину. Пришла пора действовать. Нужно было воспользоваться северо-западным ветром, который задувал все сильнее. Противный ветер сменился попутным, и перистые облака, плывшие высоко в небе, предвещали, что спадет он нескоро. Диксент позвал Тома и его товарищей. «Друзья мои», — сказал он, — «на пилигриме нет другого экипажа, кроме вас. Без вашей помощи я не могу выполнить ни одного маневра. Вы не моряки, конечно, но у вас умелые руки. Отдайте их на службу пилигриму, и мы сумеем управлять им. От этого зависит наше спасение». «Капитан Дик», — ответил Том, — «мои товарищи и я сам охотно станем вашими матросами. В доброй воле у нас недостатка нет. Все, что могут сделать люди под вашим командованием, мы сделаем». «Хорошо сказано, старина Том», — воскликнула миссис Уэлден. «Да, сказано хорошо. Но мы должны соблюдать величайшую осторожность», — сказал Диксент. «Я не пойду ни на какой риск и не стану поднимать лишних парусов. Пусть мы проиграем немного в скорости, зато выиграем в безопасности. Этого требуют от нас обстоятельства. Я буду говорить вам, друзья мои, кто что должен делать. Сам я буду стоять у штурвала, сколько хватит сил. Мне достаточно, будет поспать два-три часа, чтобы опять оправиться. Но как ни краток будет мой сон, кому-нибудь из вас придется заменять меня. Том, я обучу вас, как везти корабль по компасу. Это не так уж трудно. И при желании вы быстро научитесь держать судно на курсе». «Как прикажете, капитан Дик», — ответил старый негр. «Хорошо», — сказал юноша. «Постойте до вечера со мной у штурвала, и если я свалюсь от усталости, вы сегодня же с успехом замените меня на несколько часов». «А я», — спросил маленький Джек, «разве я ничем не могу помочь моему другу Дику?» «Разумеется, дорогой мальчик», — ответила миссис Уэлден, прижимая Джека к груди. «Тебя тоже научат управлять судном. И я уверена, что когда ты будешь стоять у штурвала, ветер обязательно будет попутный». «Конечно, мама, конечно», — воскликнул мальчик, хлопая в ладоши. «Я тебе это обещаю». «Да», — улыбаясь, — сказал Дик. «Старые моряки говорят, что хороший юнга приносит судну счастье и попутный ветер». И обращаясь к Тому и остальным неграм, он добавил. «За дело, друзья! Пошли бросопить рее в полный бакштаг. Курс, когда ветер дует в корму корабля немного сбоку. Быстрее всего парусные суда ходят в бакштаг». «Я покажу, что делать, а вы только выполняйте мои указания». «Приказывайте, капитан Сент», — сказал Том. «Мы готовы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова